Добрый вечер, дамы и господа. Прошло время поговорить о 50 оттенках серого, знаменитом фильме и книжке, которые сейчас пользуются невероятным успехом. Первое, что я бы хотел сказать на вопрос, стоит ли смотреть данное кино? Наверное, не стоит. Это лично меня нисколько не впечатлило, не тронуло, не задело. Ну, вызвало, естественно, массу вопросов для себя. Ну, и является неплохой пищей для анализа, что совершенно нормально, потому что в любом голливудском фильме можно найти массу ассоциаций, массу культурных коннотаций, культурных кодов и всего прочего. То есть всего этого материала, который очень годен для культурологического, семиотического, какого хотите, анализа. Ну, вернёмся к нашему фильму. Почему этот фильм – революция? А он революционный, конечно, этот фильм. Хотя искатели порнографии, откровений и чего бы то ни было, ничего в нём не найдут, потому что ничего этого нет. Вы сами знаете, что самая хардкорная порнография, она намного круче. То есть, ну, как бы, если проводить такие параллели, реальность всегда круче вымысла. А данное произведение, данный фильм – это, конечно же, вымысел от начала до конца, но вымысел любопытный, любопытный тем, что он для меня есть некая метафора. Метафора нашей жизни дурацкой. И почему революция? Да потому что впервые за многие годы, наверное, со времён сексуальной революции, нам показывают в мейнстримном фильме «Настоящий садо-мазы». Насколько она настоящая или выдуманная? Некоторые специалисты по садо-мазы говорят, что те трюки, сексуальные трюки, которые были продемонстрированы нам в кино, что если бы кто-то попытался существовать в жизни, то это было бы весьма и весьма травматично. Ну, я не знаю насчёт этого, я не практикую садо-мазы, хотя многие думают, что практикую, наверное, раз делаю такие перформансы, вернее, делал. Меня очень часто в этом обвиняли, но, как ни парадоксально, я садо-мазы воспринимаю исключительно, то есть, ну, что мне нравится в этом. Мне нравятся костюмы, то есть, чистая эстетика. Мне нравится в каком-нибудь... Ну, вот я был во всяких таких местах замечательно, ходил как-то по Амстердаму и зашёл в один замечательный такой порно-садо-мазы-бутик, который, впрочем, именно бутик, да, то есть, это не был какой-то действительно магазин для настоящих, может быть, утех. Это скорее был именно вот порно-бутик. Я не знаю, как это назвать иначе, то есть, ну, вообще Амстердам, конечно, город откровенный, там всё на показ, и проститутки там за стеклом стоят. Поэтому, может быть, это чисто амстердамские дела. Ну, во всяком случае, что я хотел сказать, что это было всё на витринах, под стеклом, то есть, мы зашли в магазин, и я стал рассматривать всякие замечательные предметы, которые, естественно, будили во мне отнюдь не сексуальные фантазии, а какие-то культурные и всяческие ассоциации. И вообще фантазии на тему, как такие костюмы можно было бы применить в каких-то фантастических фильмах. Как бы я мог такие костюмы применить? И мой приятель, и мой актёр Адам Зарецкий, он вот как раз любитель таких вещей, и поэтому у него есть, ему дарят, или, не знаю, сам он покупает всякие дорогущие такие шмотки. Адам Захинский, который я использовал в своём фильме «Ножик ледабу», в тех сценах, которые, впрочем, в фильм не вошли. Оно мне показалось, вначале показалось очень привлекательным, интересным, эстетичным, потом я посмотрел это, мне показалось, что это перегиб, что это пошловато выглядит, и что это, в общем, не стоит использовать. Поэтому этих радостей вы в фильме не увидите. Вообще, возвращаясь к 50-ти оттенкам, его сняла художница, прежде всего бывшая художница Сэм Тейлор Джонс, Джонсон или Джонс, ждите как, Джонсон, всё-таки, да, Джонсон. Я её, как художницу, в общем, никогда особо не, не то чтобы не знал, не жаловал там, или что-то ещё, я просто, ну, никогда к ней не присматривался, к её творчеству. Я знаю, что она участвовала в проекте «Запрещено к показу» вместе с Мариной Абрамовичей и так далее. Ну, а за творчеством, повторяю, не следил, вот ещё только сейчас я узнал эту фамилию, залез в сеть, посмотрел её работы. Работы, кстати, связаны с СМ. Они такие, ну, мне понравились, потому что они не являются настоящим СМ, а являются каким-то парафразом, что ли, не знаю, какой-то метафорой странной и так далее. То есть там она на фотографиях, это серифотографии, где она как бы в подвешенном состоянии находится, но её тело поднимают шарики. На самом деле есть и другие фотографии, которые объясняют, как это сделано. Сделано это там просто, то есть на верёвочках это всё привязывается, её тело было привязано, подвешено. На настоящем, потом были подвешены шарики с водородом, которые висели в воздухе, соответственно, небольшой трюк, и вот верёвок не видно, а шарики видны, и кажется, что её тело плавает в воздухе, привязанное к этим шарикам. Шариков слишком мало, естественно, это вообще такое невозможно, чтобы... Хотя, возможно, если там миллион шариков, то, конечно, можно улететь. Есть и такие, вы знаете, наверное, фрики, которые летают на всяких странных объектах, и на этих шариках тоже летают. Но в данном случае это там 4-5 шариков, вы можете сами заглянуть в сеть, посмотреть, как это выглядит. Выглядит симпатично, но взгляд очень эстетичный, симпатичный, приятный выглядит. Не знаю, как называется. Наверное, название тоже какое-то концептуальное, но вот на первый взгляд, просто даже не зная название, можно сказать, что это работы хорошие. Ну, значит, соответственно, есть какой-то у нее Сэмбэкграунд, раз она обращается, а может, нету, может, так же, как у меня нету, я не знаю. Из тех скупых интервью, которые я читал ее, и данных ее об этом фильме, ну, ничего не ясно. Какой-то бред обывателя, то есть, это не звучит по-художнически. Сэм Тейлор Джонсон, это, в общем-то, англичанка из New Young British Artist, такая была группа, которую Саачи в свое время раскручивал очень сильно. Была такая известная выставка Sensation, такой проект Sensation, в котором принимали участие куча людей, в том числе, по-моему, Демиан Хюрст принимал участие, ну, я уже не помню, вы можете сами это все посмотреть. Вот, в общем, такая establishment дама, которая также еще и имела дважды в жизни рак, серьезная болезнь, очень мрачно все это, как-то она с этим справилась, успела излечиться, за что, конечно, респект и все такое, потому что все это чудовищно совершенно. не знаю, как вообще на творческого человека это все влияет, то есть, в ее каких-то художнических работах или в кинематографических работах, по-моему, ничего ни про какой рак не было, но, наверное, где-то в глубине тела и души все это таится, все эти травмы, они не проходят даром, и, может быть, обращение к такой, я вот просто пытаюсь понять, почему, почему именно она выбрала именно эту книжку в качестве сценария и почему экранизировала, кто его знает, ну, так или иначе, это добротно сделанное скучное кино, добротно сделанное в том смысле, что оно гламурное, красивое, снятое как надо, с, в общем, довольно неприятными, на мой взгляд, не вызывающими симпатии героями, а, вообще-то, честно говоря, очень трудно представить на местах этих героев каких-то других героев, чтобы именно в такой ситуации не вызывали симпатии, я мелодраму не люблю ни с СМ, ни без СМа вообще, то есть, ну, здесь вот отличие от обычной мелодрамы это то, что есть СМ, что, как я уже говорил, безусловно, революция для кинематографа и не только для кинематографа, для общества, потому что общество вдруг созрело до того, чтобы прямо на большом экране ему показывали все эти вещи потребители данного продукта как будто бы по статистике женщины за 30 по этому фильму прозвали маминым порно, но, конечно, это никакое не порно, вот в этом первом, да, определении мамина, наверное, таится ответ, то есть мамина значит такое ну в софте что ли совсем, да, мамочкина такое сладенькое порно какое-то и не порно вовсе, ну, как мамина кофта, интеллигент маминой кофте сразу мне вспомнился в связи с этим, вот, ну, и девочки 15-летние как будто бы тоже ломятся на все эти дела почему-то для них это произведение культовым стало, хотя герои фильма вовсе не тинейджеры, 27-летний миллиардер и выпускница университета, это все-таки не тинейджеры совсем, ну, тем более, что их играют люди намного старше, да и одеты они так, что ничего молодежного в них нет, наш миллиардер это, как я понимаю, человек, который родился в костюме и галстуке, с детства был молодым стариком, а героиня, ну, тоже, как бы, далека от молодежной моды, молодежных тенденций, в фильме есть какой-то довольно унылый, гламурно-эстрадный саундтрек, ну, такие, в общем, Бейонс превратилась в какую-то Аллу Пугачеву и так далее, то есть, не то, что превратилась, это и есть, в общем, Алла Пугачева американская, поэтому, что там от нее ожидать, ну, и все такие, вот, ну, правда, есть одна вещь очень хорошая, это Rolling Stones, как она туда попала, почему попала, непонятно совершенно, я Rolling Stones люблю конкретно этот альбом и конкретно эту песенку, но это вот единственная приятная музыка за весь фильм, все остальное эстрадное дерьмо, и под это эстрадное дерьмо той или иной степени мрачности, что ли, да, все действие происходит, героиня наша знакомится с миллиардером, этим самым серым волком Греем, потому-то фильм так и называется, 50 оттенков этого самого серого волка, который, как бы, показывает все более и более, обнажает, точнее говоря, свои клыки все сильнее и сильнее, в конце концов, впивается в нашу несчастную жертву, однако не слишком сильно-то и впивается, никакой там крови, никаких порезов, никаких крюков, никаких настоящих подвесов, ничего этого нет, есть, в общем, довольно софти плёточки, ну, какие-то там дурацкие шнурочки, все такое прочее, ну, вот, специалисты говорят, что даже и такое могло бы организм повредить, это что касается такого внешнего, безусловно, то есть, что касается поверхности, мы сейчас скользили с вами по поверхности, теперь заглянем поглубже, что же такое этот самый мистер Грей, что такое его возлюбленная жертва, ну, Грей, конечно же, миллиардер, он не случайно, вообще, на самом деле, автор ша данного романа, она, безусловно, хотя нигде об этом ничего не пишется, она, наверное, скорее всего, не могла пройти мимо Эйн Рент пресловутой и её социального дарвинизма, потому что история про Грея и его жертву, это история любви к капитализму, отношений внутри капиталистического общества, этот миллиардер, этот бессмертный вампир 27-летний, не случайно же, это фанфик, сумерек, поэтому наш герой это такой вампир, денежный вампир, скажем так, да, то есть он сосёт не кровь настоящую человеческую, а денежные потоки, финансовые потоки, если быть точным, поэтому-то он и такой, вот, словом, словом, это всё, говоря, иначе, это фильм про капитализм, и как капитализм трахает тебя в задницу, а ты улыбаешься при этом, ну, и потому что ты подписал определённый контракт с этим самым капитализмом, и там, в этом контракте всё прописано, ты сам добровольно этот контракт подписал, потому что жизнь такая, а ежели контракт не подписываешь, то не получаешь новую машину, компьютер, и всё-всё-всё хорошее, что может дать тебе этот самый капитализм. Однако полёты над городом и всякие такие красивые штуки, дрюки, которые тебе капитализм может подарить, то есть за всё за это рано или поздно приходится расплачиваться своей конкретной задницей, подписал контракт не глядя, засунут тебе анальную пробку, подписал глядя, с оговорками будут трахать чуть мягче, медленнее, со всякими лубрикантами, но однако же трахать будут всё равно. Вот, собственно, и всё, что можно сказать об этом замечательном фильме. Ну и ещё главная героиня, она прекрасно усваивает пункты контракта, а также в контракте обговорены некоторые возможности влияния на то, что мы можем назвать таким капиталистической хищностью. Это будет самое точное слово. И капиталистическая хищность понимает команды. Например, зелёный можно, жёлтый это подождите, что называется, и красный резко нет, стоп красный. классический эсэм команды, но они применимы также и в этом случае. Если мы рассматриваем это всё как метафору, и вот самая заключительная сцена, которую многие не поняли, и которую те люди, которые как-то это как метафору не восприняли, а восприняли буквально просто как отношение мужика и бабы, мужик, который хлещет, баба, которая воет и так далее. Некоторые аналитики говорили, что популярность данного фильма и книги свидетельствует о крахе феминизма, конечно, это не так, потому что ничего общего это ни с каким феминизмом не имеет, хотя фильм сняла женщина, режиссёр, и поэтому, может быть, приходится рассуждать и об этом. Так вот, наша героиня, она произносит свою коронную фразу в конце «Стоп красный», и, значит, капиталистическая хищность застывает на пороге лифта, не смея войти дальше, а она благополучно уезжает вниз. Уезжает вниз, то есть, вы понимаете, она уезжает не поднимаясь вверх, а опускаясь вниз. В этом случае капиталистической хищности, в общем, следовать за ней в лифт совершенно незачем, а зачем же ей опускаться? Опуститься-то можно, то есть, любой человек, имеющий отношение с капитализмом, он, конечно же, может с этим капитализмом распрощаться очень просто, бросить всё, пойти на улицу, стать бомжем, ну и вот тогда, лишившись всего и вся, сразу и навсегда, он также рвёт отношения с этой хищностью. Вот такое кино, друзья. А в это время порношопы делают невероятную кассу, продавая наручники и всякие аксессуары. домохозяйки просто в бешенстве всё это скупают, как вы знаете, тоже неплохо. Один из аспектов хищности. Спасибо за внимание, чай-чай, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Игорь Негода.